Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 11 июня. Предлагаю рассмотреть валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар, которые бурно росли против доллара США последние недели, и сейчас, вероятно, подходит время, когда в любой момент может начаться нисходящая коррекция. В прошлом обзоре этих валют сценарий, в котором мы ожидали развития нисходящей коррекции, не состоялся. Пары продолжили рост, но пределы роста оказались не столь высокими. И, судя по всему, коррекция может начаться несколько позже и с более высоких уровней. Итак, сценарий со снижением по австралийскому доллару у нас не реализовался. Пара пробила нисходящую трендовую линию и продолжила рост, обозначив тем самым, что это была лишь временная консолидация. В последующем цена вышла за пределы разворотного уровня и даже закрепилась выше него. Но восходящий импульс дальше развить у покупателей так и не получилось. Рост застопорился, дойдя до уровня 0.7020. Очевидно, в этой области пара встретила серьезное сопротивление. Последующий ретест и попытка пройти этот уровень также оказался неудачной, что в итоге образовало более широкую консолидацию под этим уровнем. Это может стать намеком на грядущее развитие коррекционного нисходящего движения. Поэтому основной сценарий на снижение в рамках предполагаемой коррекции пока остается в силе. Ну и вот актуальный график с новым прогнозом. Целевые отметки здесь остаются прежними. Вероятно, есть необходимость скорректировать основные уровни. Теперь текущее сопротивление ожидается на 0.6961. В случае отбоя от которого котировки могут начать снижаться к уровням 0.6804 с потенциальным проходом до отметки 0.6755. Отмена данного сценария состоится в случае роста выше текущего разворотного уровня на 0.7020, что будет означать слом данной модели и продолжение восходящего тренда. Ну и вот новозеландский доллар, который также не пошел по ожидаемому сценарию, просто продолжив рост с момента последнего обзора. Предел роста тут несколько больше. После пробития сопротивления на 0.6435 пара ушла выше разворотного уровня на 0.6487, однако встретилось сопротивление на 0.6564. Вероятно, здесь расположен сильный уровень, который покупателям оказалось не под силу преодолеть даже после ретеста. Сейчас котировки консолидируются в коридоре между уровнями 0.6564 и 0.6493. Подобная динамика может быть предварительным сигналом к вероятной коррекции в скором времени. Если уровень 0.6564 устоит, то сценарий на коррекционное снижение может реализоваться в полной мере. Поэтому скорректированные уровни позволяют ожидать реализации снижения, подтверждением которого станет закрепление ниже текущего уровня сопротивления на 0.6487. В этом случае пара направится к прежним целевым отметкам с первой целью на уровне 0.6347 и потенциальным проходом до 0.6294. В свою очередь сигналом к отмене данного сценария станет рост выше разворотного уровня, который расположен на уровне 0.6564. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании TECMIL. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.